Да, ребят, вот разбирая очередную восьмерку, ну, очередной телефон, утопленный в этот жаркий период, утопленный и не включающийся, вон даже какие спарни, вот задался таким вопросом, сейчас с человеком общались, он очень сильно удивился, что у него телефон сломался и сказал такую вещь, как, как же так, там же вроде до полутора метров и полчаса, и мы сейчас сидим с коллегой и думаем, что, вот интересно, да, как вот это вот действует, работает, допустим, ты занырнул там на метр, там просидел там 30 минут, вынырнул, как бы, и можно снова заныривать, то есть таймер обнулился, или этот таймер это на всю жизнь телефона, то есть там по 5 минут там можно, там допустим, 6 раз, да, и все, вот эти 30 минут, это как это, в какой момент это обнуляется? Ребята, задумывайтесь, то, что вы делаете со своими устройствами, и подобные вещи, они не проходят бесследно, то есть то, что на новом устройстве, какая есть влагозащита, и какая она с течением времени, это совершенно разные вещи, сейчас такая жара, вот эта вся проклейка, она очень сильно размягчается, портится, и, конечно же, нельзя купаться с вашими девайсами, будь то даже самый новый, самый из коробочки только распечатали, не надо этого делать. Компания Apple предусмотрела сама вот такие вещи, внутри есть датчики влажности, если они, по умолчанию, они белые, я вот их не раз показывал, когда они становятся красными, вам отказ в гарантийном обслуживании, то есть это попадание жидкости внутрь. Все. Да, и вот вопрос, пишите в комментах, что вот, как вот этот таймер, как вы думаете, как он работает в эти 30 минут, это за всю жизнь аппарата эти 30 минут под водой даются, или это он как-то обнуляется, и через сколько он обнуляется? Занырнул на 30 минут и через день можно это продолжать, на следующий день, или как, или 5 минут на по суше походить, и дальше опять заныривать, как вы думаете? Вот вопрос дня. Всем привет и пока.